Севастопольские полицейские задержали злоумышленника за организацию занятия проституцией. О первополномоченном уголовного розыска ОМВД России по городу Севастополь поступила оперативная информация о том, что 29-летний житель Нахимовского района на протяжении некоторого времени организовал притон, в котором несколько девушек предоставляли интимные услуги. Информация нашла свое подтверждение. Оперуполномоченные установили, что мужчина снимал несколько квартир в различных районах города и организованный им притон постоянно менял свой адрес. Его он маскировал под массажный салон. На днях деятельность сутенера была пресечена сотрудниками полиции. Отделом дознания ОМВД РФ по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241. То есть организация занятия проституцией. Отделом дознания было установлено, что местный житель города Севастополя организовал притоны в различных районах города Севастополя, приглашал девушек с неблагополучных семей в различных районах и города Крыма. Девушки приходили на квартиру, принимали, оказывали услуги интимного характера различным мужчинам, тем самым брали себе 50%, 50% отдавали самому сутенеру. В ходе обыска по месту жительства задержанного изъято вещественные доказательства, изобличающие его преступную деятельность. Девушки, какую оплату брали? Вы говорили эту оплату или не сами ставили? И какой процент они должны были отдавать вам? 50%. 50% от заработка? Да. Сколько они должны были брать денег? Ну, там, 2 500-3 500. А в зависимости от чего? В зависимости от времени. 2 500 это час? Полчаса. Полчаса. 3 500 это час. Это час. За что вам отдавали деньги? За то, что вы что делали? Ну, за то, что выдавал рекламу, искал жилье, в случае, допустим, пьяный там человек, если будет, помог. Как охранник? Ну, ну, как бы, да. В настоящее время злоумышленник задержан согласно статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и по решению суда помещен в СИЗО. Девушки, оказывающие интимные услуги за занятия проституцией, привлекаются к административной ответственности.